Добрый вечер! В эфире информационная программа события в студии Нина Спиридонова. Сегодня в выпуске. Накануне нового учебного года состоялось традиционное августовское совещание работников системы образования Речицкого района. В адрес педагогов прозвучали слова благодарности, лучшие отмечены наградами. Сделать свой край самым зеленым планируют жители Гомельщины. Акция запланирована на сентябрь-октябрь. В пополнении копилки наград юный боксер стал победителем первенства страны по боксу. Теперь на эти темы более подробно. Накануне нового учебного года состоялось традиционное августовское совещание работников системы образования Речицкого района. Прошло мероприятие в зале Дворца культуры и техники «Нефтяник». На совещание были приглашены представители районных и местных органов законодательной и исполнительной власти, руководители учреждений образования, педагоги. Приветствуя педагогическую общественную, заместитель главы района Александр Горбач отметил, что система образования Речицкого района – это традиционно высокие результаты. Он пожелал педагогам и в дальнейшем оставаться на высоте. Александр Горбач подчеркнул значимость отрасли в развитии общества и выразил благодарность учителям за их нелегкий труд. Хочу поблагодарить отдел образования, руководство учреждений образования, педагогические коллективы за качественную подготовку к новому учебному году. Всеми учреждениями образования при поддержке районного исполнительного комитета, родительской общественности и шествующих организаций проведена большая работа к началу нового учебного года. Уважаемые участники конференции, первостепенным является сохранение здоровья школьников. Это комплексная задача родителей, врачей и педагогов. Каждый год мы имеем гибель детей от внешних причин. Наша с вами задача – приложить все усилия и свести эту печальную статистику к нулю. Решая данную задачу, планируем в новом учебном году в городе создать Центр безопасности МЧС. В ходе посещения практических занятий будут моделироваться различные ситуации и дети в игровой форме предложат правильные варианты поведения. К тому же к таких занятиям будут привлекаться и их родители. Перед нами стоят конкретные задачи, которые необходимо решать. Надеюсь, что с вами мы с ними справимся успешно. Разрешите от имени районного исполнительного комитета поздравить вас с новым учебным годом. От всего сердца желаю вам успехов, новых идей, терпения, мудрости, любви ваших учеников, процветания вам и стабильности. С праздником вас, уважаемые педагоги! Подробно о результатах работы сферы рассказала начальник отдела образования Светлана Лукинская. Она отметила, что в районе создана функциональная система учреждений, позволяющая удовлетворять образовательные запросы детей и их родителей. В учреждениях образования трудятся преданные профессии люди. О качестве их работы красноречиво говорят результаты. Думаю, не ошибусь, если скажу, что современное общество ждет от школы мыслящих, инициативных, творческих выпускников с широким кругозором и прочными знаниями. И это главная задача, которую решает отдел образования Речицкого районного исполнительного комитета. Мы должны стремиться к тому, чтобы предоставить каждому ребенку равные возможности для реализации на доступное и качественное образование. Один из показателей деятельности учреждения образования – выпускные экзамены, которые являются своего рода оценкой работы школы. 31 выпускник получил свидетельство с отличием 25 аттестатов особого образца с награждением золотой медали, 104 награждены похвальными листами за особые успехи в изучении отдельных предметов. Хорошие результаты на экзаменах показали выпускники гимназии, лицея, средних школ 4, 9, 11, Озерчинской средней школы номер 1. В копилке нашего района победы в областных и республиканских конкурсах по учебным предметам всего завоевано 24 диплома. Это свидетельство высокого профессионализма, инициативности, творческого подхода к своей работе прежде всего учителей гимназии и лицеев. Светлана Лукинская обратилась к учителям, ветеранам педагогического труда и молодым специалистам, пожелала им плодотворной работы, выразила благодарность за добросовестный труд. Особого внимания на совещание были удостоены молодые специалисты. В этом году педколлектив Реческого района пополнился 45 молодыми учителями. Со словами напутствия к молодым коллегам обратилась Татьяна Стасевич, заслуженный учитель Республики Беларусь. Верьте в своих учеников. В каждом из них есть искра таланта. Дорогие педагоги, работайте с огоньком, творчески. И это поможет вам получить желаемые результаты от такого нелегкого, но очень нужного и прекрасного труда. Желаем вам никогда не разотяроваться в выбранном пути. Дорогу осилит идущий. С праздником вас, мои молодые коллеги! В адрес представителей славной профессии прозвучали слова благодарности и поздравления с началом нового учебного года от руководства Совета депутатов, профсоюзных и общественных организаций. С возвращением, коллеги, в школу не кривите душой, ведь скучаю. Напускайте серьезность и строгость, под ресницами пряча сияние. В ваших глазах не новость видеть в любви признание. Но ворчите, броните, сеплите, обещайте, что скоро уйдете. Но известно, с каким вы трепетным это утро сентябрьское ждете. И какой же вы праздник сравните с этим морем улыбок детских. Звери, не мои, примите, никуда вам от школы не деться. С возвращением, коллеги, в школу, с вашим радостью, с вашим радостью, с вашим радостью сегодня, 1 сентября. Я искренне поздравить вас хочу за труд с терпением, недоступный многим, за то, что вам лишь по плечу быть настоящим педагогом. От души в праздник. Кроме добрых слов за преданность профессии, за плодотворный труд педагогам вручены награды, свидетельства о присуждении премии председателя Гомельского областного исполнительного комитета, дипломы и грамоты райисполкома и совета депутатов, подарки общественной организации «Белая Русь». Своё творчество в дар педагогам преподнесла вокальная группа «Модена». Учителя, наш друг, как жизнь и смене, хотим вам поклониться до земли. Желаем вам всех платьевных на свете надежды, веры и большой любви. В населенных пунктах Гомельской области этой осенью планируют высадить не менее 26 тысяч деревьев. Такой минимальный объем осенних посадок деревьев определен для каждого района. Проводится акция для восполнения усовших насаждений и озеленения территорий общего пользования, в том числе дворов многоэтажной жилой застройки. В этом году в регионе проведена масштабная работа по озеленению населенных пунктов. В них высадили свыше 71 тысячи деревьев, в том числе в городах и райцентрах – 33 тысячи. Новая масштабная акция по посадке деревьев запланирована на сентябрь-октябрь. В Солигорске состоялась республиканская спартакиада по боксу среди школьников. В соревнованиях, которые проходили на протяжении пяти дней, приняли участие лучшие спортсмены из всех областей Беларуси 2005-2006 годов рождения. Среди них речичанин Ярослав Сапега – воспитанник отделения бокса Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств. Нынешний сезон для воспитанников речицкого отделения бокса Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств был весьма успешным. Юные бойцы не раз поднимались на высшие ступени пьедестала в состязании различного уровня. Очередную победу завоевал на соревнованиях республиканского значения Ярослав Сапега, который в составе сильнейших 20 бойцов команды Гомельской области принял участие в республиканской спартакиаде по боксу среди школьников. В течение трех дней 132 боксера 2005-2006 годов рождения состязались на Солигорском ринге. Ярославу Сапега не было равных в категории до 43 килограммов. Все три боя были довольно сложные. В финале был особенный соперник. Там выигрался счетом 4-1, а все остальные 5-0. Конкуренция была большая. А вот все-таки чем тебя привлекает Борис? Ну, то, что ты в ринге боксируешь не командой, а один и сам за себя отвечаешь. Ярослав провел у нас три боя. Первый бой у него был соперник из Минской области, второй из Могилевской и третий тоже из Минской. В принципе, первый-второй бой он выиграл по очкам 5-0 и финальный бой с разногласиями 4-1. Ну, а так, в принципе, по бою все три боя провел уверенно. Еще в том году Ярослав выступал у нас на спартакиаде школьников и занял второе место. И, в принципе, результат у него стабильный и большой опыт в этом году. Еще до наших республиканских соревнований у нас была юношеская лига, где Ярослав в личном зачете занял первое место в командном третье. После этого еще было Переста области, опять первое место. После области у нас был турнир в Ленчицах международных, первое место. До этого еще у нас проводились сборы с грузинами в Минске, поэтому, в принципе, результат стабильный. Ярослава Сапега Андрей Васильев считает перспективным боксером. Как боец он хорошо физически подготовлен, психологически устойчив, вынослив, умеет держать удар. В свои 14 лет Ярослава можно назвать опытным спортсменом. На его счету более 50 боев, большую часть которых он завершил победой. Сейчас Ярослав Сапега упорно тренируется и готовится к новым стартам. На этом наш выпуск завершен. Далее вас ждут метеоновости. А видеоматериалы о городской жизни вы также можете найти на нашем сайте телевид.бай. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok